время позднее кто приехал там дали звонок ворот стоит снежок идет там володя бежит открывать все видно что сюда идет вот Мир вашему дому С миром? С миром Какое время приехал-то? Неожиданно, ну еще до 9 часов вроде Понятно Ладно, я ненадолго Ну давай Приехал, приехал, заехал с просьбой С просьбой с одной заехал Так, а откуда едешь-то? Я в купеческую поездку ездил продавать в Санкт-Петербурге С Новосибирской Так Чтобы не по телефону хотел, потому что там вы можете не услышать что-то Ну понятно В общем У тебя тайны никакой нет? Открыто это? Ну Я буду говорить, так как есть лишних вопросов, как говорится, не задавать Ага Значит Люди просили некие Молитвенной помощи у вас Вот Потому что На какую тему? Может быть тебе свет дать? Нормально Собираются изучать Слово Божие Вот Как раз сейчас идет по скайпу занятие у нас Ты никогда не был? Не был Позвольте я включу Только Чтобы посмотрел Я видел Я видел Сейчас идет о посте Еще одну минуту буквально, чтобы посмотреть Так что я видел Я просто не был там В общем А в учениках своих Сектанты ученики Христова только на словах То есть Противосектантская По порядку все проходим И весь Новый Завет С откровением Четыре раза в неделю у нас отпускают Я видел, просто я там не участвовал Очень сильные занятия Приглашали туда В общем люди, когда собираются некие Изучать Слово Божие Вот И вся их беседа Сваливается в вашу личность Да Треклятый и так далее Еретик там Вот И Просьба Просьба Прям Ну такая как бы не то чтобы слезная Ну и не то чтобы это не отчаяние Но это такая прям сердечная боль Просьба молитвенная Чтобы Господь как-то Не знаю Обременил этих людей что ли Чтобы им было чем заниматься Чтобы не трясли вас Потому что Ну как бы уже всем надоело Уже настолько устали просто вот Есть такой юмор Что говорит Когда икаешь Наверное тебя кто-то вспоминает Так вот я говорю Наверное если верить этому Вы наверное круглые сутки Икаете Нет Вот у меня сколько работает людей Которые ролики новые Против меня Вот сегодня с Греции прислали Игнатий Иритих Игнатий Иритих похулил А никто не выходит Без имени Без фамилия Ну Потому что надоело уже А брат А на каких занятиях Какие занятия Я объяснил Занятия по изучению Слово Божьего Так мне то никакого вреда нету Радуйтесь и веселитесь Когда будут поносить вас Господь говорит Я за всех молюсь Которые хурители Я вижу только Точно доказываю Что я не такой А во вторых Если они поносят Значит это До 100% Я стою на правильном пути Они даже не могут понять этого Ну и такое складывается ощущение Что как вот Не дать не взять Что Христос Эти фарисеи Все вот Все вот прям Как будто мы сегодня В том времени То есть я приехал Видите поздное время Я бы не заехал У меня не было к вам сюда Плана ехать Но настолько Такая душевная боль Как бы людей Которые вот попросили Мне заехать И вас лично попросить Я пообещал заехать Принял Принял Вот Поэтому Это в Потеревке, да? Ну обычно Я поминаю всех по именам Ты поэтому Как-то укажешь Что мы молимся У нас утренняя молитва Мы поминаем все И врагов И друзей И как примирить И чтобы на суде Бог не вменил Этого им безумия Мы за них молимся А уже что Чем-то заняться А чем они займутся Так они нам не задействованы Они в другом месте Уже нигде не вредят Только на мне Так что Я этого не прошу Ну просто вот Люди именно так просили Я говорю Конечно Надо волю Бога просить То есть Бог Как-то усмотрит Но Ну как Ну мы все люди И поэтому Ну тяжело иногда Вот бывает Настолько тяжело Людям Вот ну как Я знаю И знаете Вот у них если Какое-то ко мне Есть дело Обвинение Они должны мне сказать Во свете Библии только А не то Что у меня нос кривой Нет Конкретно Определенно четко Что вы Они хотят Чтобы я спасся У них желание Ну и пускай покажут Они спасаются А я как Они должны мне указать А я им указываю Вот идут занятия Мой материал Мой материал Да это не один Не два человека 28 миллионов просмотров Речь идет о миллионах Ну Что об этом говорить И так понятно Что уровень разный Что это Я рад помочь Если бы они обратились Где-то Я чем могу Этих людей Я не видел Допустим Даже в Новосибирске Я уже забыл Когда и был Даже никак Игнать Иванович Расскажите Об американце Ну что Говорит новость Говорит новость Говорит какая-то Сейчас Сейчас я составил Вот у тебя был бы интернет Я тебе сейчас раз и скинул Значит нам сказали Американец приехал сюда И где-то он хотел В Россию А ему говорят Зачем Где-то там На западе Езжай на Алтай Это богатый край Чудесный Какая природа И он приехал Где-то там Один У него 14 детей У него 7 своих И 7 таких И все сфотографировано И все по форме Поезд Жена в сарапане Ну и Что были православные Я дал объявление Сейчас объявление В интернете Там и вконтакте В фейсбуке Чтобы везде Нашим объявлением Выйти на него конкретно А я составил объявление Ну Все что о нас Потеряю Раз он зашел На форум Посмотрел на сайте Посмотрел на ютубе Все места эти выбраны Ну не знаю Сейчас уже смотрят Кто-то в Америке есть Он язык не знает Чтобы они перевели Наши материалы ему Он старобрядец Или как-то Или кто он вообще Никак Он занимался политикой Старший сын 18 лет Он не поехал И он желает заняться Сельским хозяйством Коров 10-20 держать Он был Он был спирасектантом А потом Обратился в православие Перешел Я про что И хочу узнать Кто-то он верующий Православный 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 Ниже опустите С статьей прочитаешь Вот он Борода Все как наш Прям В поиске Ну ты посмотри Как он В поясе И она Каким по тем Сама Ну Выхода нет на него Показать Он где-то там будет Там будет опять воровать Школа детей обижать Он не то получит Для воспитания детей Лучше потеряевки Вообще места нету Все верующие Смотрят за детьми Чтобы их куда не занесло Учителя все верующие Так что тебе надо-то еще А земля плодородная Ну и Он думал Там построить Что Как А там может быть И строить не надо Я узнал Что Женя дом продает Я уехал на несколько дней Столько новостей Не знаю Первый раз слышу Саша там Свояк Который в Потеряевке Был и знал Это он беснуется Ролик за роликом Против меня Игнатий Иваал Игнатий там это Название где-то Учит как жену любить Только никому не говорить Как он несколько жен умел И взялся Это совершенно не человек Бессовестный Ему просто заняться нечем На эту тему Ему даже рот раскрыть нельзя Поганец изменял Такая красавица Жена И пока крестный ход Не сделали Не вымели его оттуда Я молюсь за него Обрати его Господи Если возможно Но кажется он перешел грань За которой покаяние уже Похулил Духа Святого Что он хулиет Я и Нерон И там и другое И берет такую чушь Несет И вот там Плюсся прямо Слушай Там ролик за роликом Священник один Я второй ролик на вас готовлю У меня столько Задействовано трушеников В рай меня толкают Даже Не знаю Только успеваю поминать Их Труды-то такие Ну да Люди хоть заняты чем-то А то я представляю Занимались бы не тем делом А бывают такие Которые говорят Я вот говорил А теперь я увидел Это что такое Там и евреи И вот нынче приезжал Мусульманин Крестился И сейчас Вчера Абдурахман И был у нас здесь И лета его не было Он хотел приехать Ну султан Сын Я не знаю Лет 12 ему где-то В этом И он вчера вышел Через год А почему Да как же сказали Когда разрешите Я говорю Так ты не спрашивал Я говорю А я подумал Что тебе свои братья Мусульмане Запретили знать Нет Нет В следующее воскресенье Он приедет к нам Души нещает Меня затянул Здесь Где у нас Кочегарка На колени встал Меня руку схватил И целует Как мы вас любим Это не выскажешь Понятно Это мусульмане А свои верующие По-другому А почему Это карамыс А тут хвулят А тут хвалят Выравнивается Чтоб не заносило Вчера мы с ним Только говорили И ролик уже выстояли Уже кажется 600 человек посмотрело За один день За сутки Так-то я говорю Что просить Мы и так каждый день Молимся о том Чтобы Господь Послал добрых жителей Христиан с детьми В наше селение Поэтому На всю волю Божию То есть Ну а эти-то Которые чем-то недовольны Мне бы хотелось знать Конкретно Чем они недовольны Что от меня нужно Чтобы они перестали это делать Я как бы Я ехал в дороге Мне просто позвонили И там Что говорит Ну так Что я понял Был такой Один из 70 апостолов Николай Который отпал Там Который ересь какую-то И вот Игнатий типа Из 70 никто не отпадал Во-первых Этого нет Ну вот Говоришь Какой-то ересь Ересь Николая Это Николаиты Оправдывали грех А я какой грех оправдываю Когда от меня Люди говорят Ну хоть маленько Дайте послабление Я строго за исполнение постов За уважение в семье Конкретно что Потому что это клеветак А злопомнение Златовый взгляд Уподобляет дьяволу Когда простить не можешь А выдумка ложь Он лжец Отец лжи Я при чем здесь Если бы предались ему Несчистая к нечистому Идет я Их ни одного Не сужу и не знаю Вы грешите Это в пустоту Скажи Из ничего Вы если имеете Что-то написано 17.3 считаем Луки Вы говори брату твоему Покаялся Приобрел А не приобрел 2-3 А не покаялся Скажи всей церкви А здесь ничего Нигде нет Чтобы лично говорить Надо что-то знать А если ты ничего не знаешь Будешь так за спиной Где-то что-то Конкретно В чем обвиняют Я хочу знать Я не знаю Знал бы просто Говорить тут не о чем Пустота реально Не знаю А раз пустота Значит я не буду молиться За пустоту Я буду Мне надо знать Конкретно Я перепоминаю имена Отдельно у меня За пьяниц молюсь Отдельно за врагов Отдельно за благодетеля Отдельно Который в интернете Помогает Отдельно там книги Разносят Развозят У нас сколько благодарностей Ты посмотри Он на почту С почты Книги Требуется Высылает И людям новый мир открывается И постоянно Вы мой духовный отец Вы обратили нас Мы ушли Неизвестно куда И вдруг пришли Православие Там евреи Евреи В Иерусалиме Не где-то А эти рядом Ну так должно быть Нет пророка Говорит без чести Твой конструктор Матери Я думаю Что это будет Всегда до конца Что Христос сказал Как закон Это так и будет И главный вопрос Если коснется писать Скажи Я сказал От меня передайте Я хочу Чтобы они меня обречили В чем В чем Что я с вами Не на одной скамейке сижу Так я сидел знаю Вот именно Я бы ничего там не сделал Вот Будь я там Среди вас Которые сейчас Значит во первых У меня ни одной книги бы не было Детского лагеря Такого не было Вот Которые сейчас идут Стихи 3400 Я написать не могу Сразу обрезали Отлучили У меня ничего бы этого не было Я вот работа в интернете Которую я Как я могу делать Когда Но она ни на одной власти не имеет Они бурщат Крещат там А ничего не могут сделать А был бы я с вами В одной там как Организации Сорковной Тогда бы дело другое Сейчас на архиерея нажали Ну и был бы таким же Ну а Ну таким бы не был Это я там был Мучился бы Я не могу быть таким Иначе моя жизнь пустая Будет Умрет Умрете просто И все через неделю Если будете так Все равно что говорит Связать крылья птицы Чтобы не летала Она атрофируется Умрет и все Конечно Нет А я молюсь за всех И меня есть что вспомнить Я когда спрашиваю Который на меня Говорю А вы знали такого Был Я его назвал Герой веры Александр Иванович Устинов Знали Скажите А почему такие у нас Были с ним отношения Наиближайшие Мы шагу друг без друга Что молчишь Ты в тюрьме был Что людей раздевал А Игнатий в тюрьмах За слово Божие был У вас разные биографии Поэтому ты терпеть не можешь А он вас Даже никого не поминает Я просто молюсь За общих врагов Господи Умягчи их сердца Не дай им погибнуть Откроем истину твою Как хорошо жить в любви Братьям вместе Это батюшка наш ездил И им говорил Прямо в лицо Чтобы хоть бы Не погибли в этой злобе Они там варятся Просто со страшной силой Я об этом молюсь Господи Это не поменим Судный день Безумие этого И вот тогда понимаешь Как тяжело Молитесь за врагов ваших Да как за них молиться Да не только молиться А любите Молиться еще можно А то написано Любите врагов ваших Любите даже Поэтому у меня Я молюсь Господи А любви у меня к ним нету Это моя молитва никуда Господи Дай мне любви И вдруг я вижу Он тонет Ты будешь стоять на берегу Да нет Ну вот и все Значит ты уже полюби Делай жертвуя собою Бог показывает Конечно Задают вопрос Я не могу ответить Я говорю Почему я молюсь Ответа нету А как вы знаете Ну нету И вдруг ответ А какой Слово Божие Как высветил мне Господь Я его посылаю В другой стороне И переезжать надо Или не переезжать Я говорю Это место возьми Отпечатай Пойди к батюшке И что священник скажет Так и поступи С ним вместе помолитесь Я не выдумываю У меня не откровения Такие чтобы вот Явился ангел И сказал Приди там македонянин Я ни разу Ни одного голоса не слышал Я просто люблю Моего Господа А мне зачем Это все нужно Мне 10 июня Будет 80 лет На 9 десяток Поползет Погуляем Хрущеву Когда стали говорить Ты там Солгал Он говорит Мне лгать не надо На суд Божий Надо готовиться Хрущев даже Когда уже На пенсию Ты заехал Я благодарю тебя Спаси Христос Так я-то тебе еще должен Нет Нет Все Спаси Христос Специально с поручением Ну как у меня с голубями там Да Как живо-здорово вроде Правда я Не проверял Но вижу следы Ты еще скажу Ты с ним вместе Подеться Скажи Было теплое время Они начали нести А тут мороз стяпнул По гнездам Прошел Чтобы освободил От дохлых голубя На пол сбросил На пол Больше ничего Много или нет Погибло И которое он дает И видно Что пшеница кончилась Одни там такие хвости Это отдельные Которые освобождаются Тюреки там стоят Туда перегружи А потом я возьму с собой Сюда я воробьев кормлю Полста воробьев Надо выдержать До весны У меня тут тоже Два голубя погибли Забота У меня там-то больше 45 я оставлял Сколько там Не знаю И Выпускать если только Один раз В воскресенье И когда уже К обеду время будет Один раз в неделю Можно выпустить Почему? Совы Так вот я иду днем Она прям сидит такая На проводе Так смотрит Даже не боится Она ждет Тогда можете не выпускать Средь бела дня Вообще Тогда не выпускать Они голуби У меня все здесь А у Вити Она залетела Утром пришел Несколько задратых Он ее поймал И выпустил Ну добрый человек Надо было на чучело Оставить Так может пообедешь? Нет Спаси Христос Я просто не сильно голоден Да уже До места доеду Как ребятишки-то? Ну Слава Богу Вроде Ну там немножко болели Это ерунда Сопли там Нормально Больше иммунитета Будет Варлам В школу ходит Все хорошо Учится Нравится Слава Госпу А Йосиф Чем занимается Ну он сейчас Я уезжал Он на хозяйство У тебя Люба Та же где-то В больнице лежит У Любы А она бычков-то не сдала? Нет Вот он управляется У нее Что-то гуси По-моему Или гусей Всех переколол Не знаю Ну так По крайней мере Уезжал Домой-то как-то На машине Через Нет Через урывки Я оставляю машину Там оставляешь? У Шерсобетовых? Да У дядьки Никто ничего Ну слава Богу Ну в ограде вроде Все так Да что у вас там Сколько машин стоит? Две? Нет У меня одна Только одна? Моя А ребята Когда приезжают Машины сейчас А Игорь А как приезжают? Ну а он Где-то там У Брагина ставит То есть Ну урывки Но в другом месте Да А Глушков-то Продает Молоко А Я думал Дом продает Нет Нет Не знаю Не знаю Сказать не могу Так Не вижу Сейчас Если мы на этого человека выйдем А они где-то здесь уже в Алтайском крае Там землю дали Теперь надо электричество Теперь ему надо скважину А может еще этого и не надо Если здесь-то все есть Выйдите Поговорите Все Чтобы только Ну как бы Ну и мое и пожелание И в принципе Как это должно быть Вот все Прием согласно устава Чтобы все было Потому что никак по-другому Выйдите на него Тогда все отправил И все ему выложим Да Я сегодня сказал Говорю Ну мне не очень я расположен Что с Америки Вряд ли она будет все время Ходить в платочке А то посмотрел на нее Какая она Да думаю Она бы согласилась Дай бог Потому что Как бы фотка ни о чем не говорит Но надо общаться с людьми Узнавать Ну да Вот А то они может быть и лучше Чем какие-то наши русские Поэтому кто знает Всякое бывает Дай бог У меня один знакомый здесь Ну я говорю Ты когда женился Какое качество жены хотел Вот выглядел Тебя там Ее сосватали Ну чтобы красивая была Конечно Мужчина Для меня мужчина Это сильно Ну значит Ну и умная Я говорю Еще не то простил Говорит Почему Вот сейчас живу Говорит Она везде умнее меня Она все подсказывает Я говорю Я сделаю сам Сам сделаю Вот я в Германии Там у нас хорошая знакомая Она приезжала Крещение принимала Валентина Астартисон Я говорю Все время Говорит Боже Показывало Что я умнее его Я говорю Еще Ну все Подровнялась Одна живу Он ушел Другой И она на кухне говорит И сама так Ну уже все Перегорело Вот и все Жене Вот нужно Я говорю В Германии Там журналы Такие приходят Цветные Которые Невесты Потенциальные С южных стран С Турции И они выписывают Он ее оплачивает Она приезжает Знакомятся И отпускают Или здесь Она говорит А потом женятся А почему оттуда берете А я говорит Уверен Уехал в командировку Там никто На моей постели Другой спать не будет Это немцы говорят Дальше Она с высшим образованием Они с высшим образованием Половина цены Колыму платить А которая дома выросла Вот это то что тебе надо Это один человек Прислал Выдержку Из златоуста Я так примерно скажу Что он говорит Как бы главная задача Мужа Значит любить жену А главная задача жены Покориться мужу Вот Быть покорной По моему слово покориться Ну и там так в контексте Что главная задача мужа Есть Ну вот Слово есть и любить Она говорит Я сначала прочитала И только не пойму Неужто главная задача мужа Ну кушать то Как же так то Есть А потом Такая Ну и Уже нам уже присылает Говорит Вот А интересный момент такой Тоже один человек ролик посмотрел Какие то сектанты В Америке И вот он Ну сектант По их нему пастор Там или кто он Собрание проводит Значит Люди ему Вопросы задают И говорит А как вы смотрите Насчет вот одежды Штанов Он говорит Ну как сказать Он из Библии Ничего не привел Он говорит Ну Ну знаете Вообще то Это как бы Вызывающе Вульгарно Ну Говорит Давайте вот на примере Моей жены Она у меня Врач В больнице Вот Работает Общается с людьми И она говорит Мне однажды сказала Я говорит Поняла Что Она ходит В платке И в юбке Я уж не знаю Что там за сектанты Она говорит Я поняла Что платок И юбка Это отличная площадка Для благовестия То есть все На вторую ступеньку Дай ему Господи Богатство Он на следующий день Нашел там золото Где-то Огромный кусок И вы Стал таким И стал Начальником Губернатором Дальше И он слышит На него Жалобы Такие идут Он несправедливо Решает Он решил К нему пойти Так его не допустили Он вернулся домой Не мог попасть На прием даже А он Куда лезет И он тогда Стал молиться Господи Прости меня Просил не знающего И сразу У него там Нет Пошли на него Разорили Сожгли И опять Спокойно Вернулся в каменолюб И опять Друзьями стали Да-да-да То есть Это что Показывает Какие люди На самом деле Бог-то знает Да Это Есть Пимен Многострадальный Лежал За ним Плохо ухаживает Наверное Пролежье А рядом Положили Второй Парализованный Тоже Он говорит А вот Если бы Бог дал тебе Здоровье Да я бы Да разве Как эти Монахи Да я бы За тобой Ходил Убирал Он говорит Помолился И он выздоровел В следующем Он говорит У меня еще Не болит И правда Целую неделю Ухаживал Потом так же Затянуло Рязко И ничего Нет А потом Смотри Он на носилках Уже Вот опять Лег И опять Хорошо Это вот В Новосибирск Ездил Тоже с человеком Разговорились И вот За политику Что понятно Что все плохо Как бы Ну вижу Что в городе Как не знаю Может быть Не с той прослойкой Общаюсь Что у людей Как бы Небо Нет особого Счастья Вот и денег Нету Что лучше Жизнь-то не становится Вот Ну и дальше Больше И как бы Уже потом Он такой Вот Вот если там Россию Все равно Не надо там Сидеть Надо в это Я говорю Из Ветхого завета Привел Говорю пример Если Бог Предал Там еврейский Народ Новоходоносору Я говорю Ты уже ничего Не сделаешь Там Вот китайцы Там Ну официально Говорят У них не преподают В школе Что там От Урала В это А так вот На уровне Ну неофициального Слухов Говорят Даже китайцы Те которые Там Рассказывали Прям знакомые Где Байкал Ну там Видать Живут Или что И нашим русским Уже говорят Так это же Наша территория Была раньше То есть Им уже Видать Так Ну прошивают Там Ну вот Может это Специальные Я говорю Ну что ты Ужасаешься Вот Если Бог Там Придашь Что-то Ты все равно Ничего не сделаешь Я говорю Просто Надо Как бы Молиться Укреплять веру Чтобы там Достойно Умереть И все Наша Если мы верующие Наше Наше желание Попасть в рай То есть Царство небесное Чего нам Ну как бы Это жизнь Ну да Мы здесь живем Мы здесь обязаны Работать Детей там Кормить Там Их Богу Приводить Все То есть Мы в этом теле Сейчас находимся А биться Вот За вот это Вот А если так Ужасаться То и Помереть Можно Ты же ничего Не сделаешь Все равно Ничего не сделаешь И при том Ничего ты не докажешь Скажи А для чего Китайская стена От кого Отгораживались Если ваши Здесь были На этой стороне Стены Стена Как раз Отгораживала Великая Китайская Стена Да там Что-то Про нее Столько слухов Что ее И не было Ее вот Недавно Построили О нет Она была Всегда А что Говорят Русские Эти исследователи Когда царь Отправлял Там Кто Николай Второй Или кто Может попозже Кто Говорит Ну узнайте Что там За государство Ни одного Отчерка Об этой Великой Великой Китайской Стены У них Ни одной Строчки Нет А покуда Они прошли Скажи Вы знаете Где они Прошли Она имеет Начало И конец А они Зашли Отсюда Со Средней Азии А здесь И ничего И не было На кого Рассчитано Что говорит Вот Путин Там Ну понятно Даже Допустим Он там Ставленник Чей-то Он говорит Вот Будет там Революция И поставит Еще хуже Там Типа Такого Патриота Я говорю Ну если Будет так Ну так Будет Ну что Великое Приобретение Быть благочестивым И довольным Завтра Будет настолько Плохо Ты будешь Вспоминать Свою кроватку Теплые стены Сейчас Пишут На севере Я показал На оленях В шуме 40 градусов Это у них Нормальная температура И каждый год Они через Урал Гонят оленей Почти целые Там Дней 20 И она сидит Такой мороз Она палку держит Руководит А олени Сколько Их несколько 4 тысячи Так это не овечек 4 тысячи И все Показывает Как ловят Как забивают Как продают Как гонят Зимой то надо В другом месте Как волки Угнали Тысячи у них И пацана Послал Одно А он Пацаненок Я не знаю Там лет может 14 ему За столом С женщинами Нельзя Не женщинами И с мужчинами Нельзя Еще не мужчина И отец Его посвящает Завтра И он Говорит А вы угнали Надо достать Сынок А мать там Бьется Ну куда Он один На нартах Упадется С ним одна Собащенка Он поехал Такая пурга Показывает А он там Нашел Оправился олень Он в руки взял Докит Недавно Здесь были И пригнал Вернулся И уже как мужик Расправил Лечи У него Жишка с собой Волки угнали Тысячу оленей Так там просто Рога И Вот так вот Все это Шевелится Перед глазами Ну Можно посмотреть А она пишет Сейчас А мы Говорит В храме Молимся Здесь Температура 38 градусов Мороза Валенки Пристывают А это в храме В храме Внутри храма А то пишет Иннокентий Вениаминов Который Митрополитом Стал Московским Я Говорит Мог сказать Когда люди Уйдут Где они Сколько было Они как встали С места Не переступают На одном месте Тут 2-3-20-30 Сравни с нами И как он В чум-то Заходит И как они Там готовят И главное Иконы Висят Верующие Верующие Ну На каком Они уровне Там вера Там Это Но видно Что Уезжает Там Большой бак Они иконы Туда составляют Все свечки Свои убирают И мало того Перекрестятся Еще Я говорю Вот люди Как умеют жить Я посмотрел И меня холод Трес Неделю Наверное Я говорю Некуда прислониться Чум такой Высокий Пурга такая Она вот так Откинула Эту шкуру Зашел То ли шкура То ли дверь Конечно И они там Каких-то сучков Где-то нашли Наломали И она Туда Теперь угли Выгребают И там Большая жара У меня Под печку Чтобы маленько Здесь было И главное Молодая такая Говорит А у меня Семеро детей И в этом чуме Все вместе Живут Там 13 что ли Человек Еще и дети Рождаются Ребенок Маленький Лежит А в другом месте Ну а что он лежит Раскрылся где-то И сверху В чум В дыру Снег Упал Ребенок Зрогнул Отец Мерзляк Какой И довольны И это не такие Как это С узкими глазами А нормальные Как русские люди Нормальные А я думал Это чучи Нет Они Такие Как Я не знаю Сейчас их назвать Коми Там что ли Такое Они православные Ну то есть Совсем прям Даже Ну все равно Хоть чуть-чуть Это же не русские Совершенно русские Русские Прямо Чисто русское лицо И русское деяние У них такое Богатое Шикарное Но отдельно Натянута материя Там икона у них Ну тогда старшего Там для младшего А детей на вездеходе Увозят Учиться там В другом месте Как уезжают Они там сообщают А эти на Урал Побыли Другой Весне Опять через Урал 10 километров в день И вот И идут олени И лес И где что найдет Вообще ужас один Так я высыпился За свою койку Вот это у меня Полюбишь да Да Такое увидишь Полюбишь свое А мы привыкли Конечно Ну что Все да Да Все Спасибо Сразу Давайте Господи Боже наш Слава тебе Дивный наш Господь Хвала тебе Ты сотворил человека И назначил ему путь Пройти земной Подготавливай К вечности И о чем мы рассуждали В чем погрешили Прости нас Господи И этих людей Которые недружественные нам Помилуй Смягчи их сердце Не дай им погибнуть И в судный день Не помяни их Хулы Лжи И беззакония Тебе Господи слава За все Отец Сын и Святой Дух Аминь Да благослови тебя Господь Все благословите Давайте Ничего не надо Все Нет Все Спаси Христос А тут Ленором Длинный щей лежит Ну не знаю Сейчас точно Брать не буду Ладно Нет Узнать надо А у вас сейчас Сколько котят дома? Ну Нисколько Мать только кошка А эти куда дели? Как Продали всех Продали Да А у меня Три кошки Здесь котят И в погребе Три девять С улицы Подобрал В храме В погребе Понятно Не Она у нас Рождает Когда от отца Вот он сейчас ушел Интересно Уже месяца три Его нету По полям Шастает где-то Нету нигде не шастает Он погиб Погиб А до этого уходил И пришел Он значит У Игоря на складе Там полно мышей Всего А что он сделает Когда он копать не может По поверхности не ходит Нет А все это Витиного серого Не видно там Не видел Лично А Игорь сказал Он может у меня на складе Быть Там я видел А там склад то большой Ну как то так Просто переживаем Как то интересно Нет Наши у которые уходили Все до одного погибли А что он сделает Он Как бы был лошадь Она бы скребла Траву ела А ему надо живое А что он сделает живое Ну мышей Так там эти Может быть соломенные кучи Может в них что В этих соломенных кучах Лазят из-за соломенных Она там живет Сюда даже нету Нет У нас которые коты Оставались Все погибли Нету Ни одного Притом Ну ладно Что-то не очень прогноз Но я буду надеяться Нет Ну у нас был Я не знаю Может быть твой он Какой-то Ну такой Ладно Бог да Собачка переживает Давайте да Вроде гавкает Там бегает Слава Христу Ну Ангелине Похлон передавай Хорошо Спасибо Христос Мы помним Каждый день Воспоминаем в молитвах Спасибо Христос Мы тоже можем Все как надо Благословен Господь Все Давайте с Богом С Богом Сейчас закрой Иди Сапа он пойдет Да помилует Господь Наследие свое Ну все С Богом Вот эти американцы О которых говорим Вот Ну я тут могу Я не знаю Тут Могу ли Нет Подвезти Нет Один не могу Хотел показать Где они Никого нету Занятия окончились Видно Игнать Тихонович Вас не слышно Микрофон выключен Вы для камеры Говорите Так Так